итак всем привет сегодня я решил начать кукольный дом для ребенка из оставшихся деталей стройматериала в общем все что впадется под руку и так ориентировочно давайте я не буду тут расчерчивать аккуратненько сделаем все так на глаз значит у нас будет три стороны у домика закрытых так 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 ориентировочно вот это вот длина будет где-то от 60 сантиметров до метра пока не могу сказать точно вот высоту где-то будет полметра должна он побольше сделаем сантиметров 70 так как здесь сделаем еще один этаж то есть у нас будет есть внизу половьё подъем небольшой потом опять брус еще полы крыша как таковой не будет это будет дополнительный этаж выход на этаже скорее всего будет обеспечивать лифт лифт вот здесь такой вот сделаем быть в дальнем углу вправом то есть можно подняться на второй этаж и на крышу скорее всего сделаем кнопочный для того чтобы скорее через моторчик моторчик будет поднимать нажимаешь кнопку отпускаешь лифт останавливается и также в обратную сторону вот здесь вот будет дверь здесь наверно будет небольшое окно тут скорее всего мы разделим еще вот такие моторы чтобы 4 комнаты полноценный болт здесь будет окно так как мы ему широкой здесь и здесь тоже окно ну и в принципе все наверное делать мы будем из вагонки грубо говоря у меня осталось четыре вагонки где-то они по два половины метра четыре штуки значит потом меня есть два тонн тонких бруска где-то 270 метров вот одну банку клея возьмем саморезы опять же возьму те которые есть желательно брать потоньше но у меня таких нет покупать мы не будем будем использовать то что есть следовательно для начала будем рассверливать чтобы не разорвало вагонку и потом уже вкручивать так что еще что еще в нашем здании будет освещение скорее всего будет типа рубильников на каждую комнату отдельно светильники возможно какие-то потом может быть поставим акустику напечатаем есть динамики осталось для них сделать корпус допустим угол поставить двух местах запитаем на крыше аудиосистему который может быть заряжать плеер опять же вставим замаскируем падами я не знаю медиа каком систему вот ну в общем давайте начнем а там уже куда кривая выглядит поехали осталось немного вагонки и попробуем из нее сделать ребенку кукольный домик не знаю что из этого получится вот будем пробовать как и что определимся уже на месте начали в длину решил сделать 80 сантиметров разделим пополам по 40 сантиметров каждая комната высота этажа наверно сделаем сантиметров 30 вот наверно сделаем два этажа крышка как таковой не будет подъемная он будет не по лестнице может быть придумаем какой-нибудь лифт чтобы она не знаю либо на проволоке либо на веревке либо на цепочке поднимался фиксировался между первым то то есть на первом этаже на втором этаже и на крыше но как сказал что крышка как-то кого-нибудь будет прямая платформа где возможно будет располагаться бассейн еще что-то но пока это все в планах так что поехали так собрали стенку заднюю у нас первый этаж в длину как я и говорил на 80 сантиметров а вот в ширину сейчас замерю скажу в ширину 27 я думаю для масштаба 1 к 10 и 1 к 12 подойдет в общем сейчас накинем стенку второго этажа посмотрим в принципе можно сделать одну добавочную вот но посмотрим по материалу сколько останется поехали так задняя стенка готова теперь делаем наверное боковую думаю 35 вынос хватит а то иначе ребенку будет неудобно руки туда засовывать то и дело и все подряд двигать в общем давайте попробуем так собрали боковую стенку здесь у нас будет два окна на мелкий брус посадили сейчас привернем потом это все уголком заделается собрали вторую стенку там будет дверь окно по такому же принципу собираем здесь я проклеил стыки клеем между собой вот вроде как держится на сегодня хотел закончить и поэтому вот приворачиваю чтобы клей подстыл и форму в общем правильная была потому что волной пошло дал подсохнуть вот этой стенке задней и она уже дубовая с ничего делать я не знаю будем надеяться что ее выпрямить трогать уже я ее не буду собираем две вот этих и на сегодня все привернем пускай сохнут до завтра поехали скрепили таким вот образом теперь ждем когда все это высохнет и будем уже собирать воедино естественно еще здесь вот распорки нужно поставить у меня нужных саморезов к сожалению нет вот здесь наверное зашлифуем все ровненько так вот вроде бы ничего и посмотрим что получится